МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. Карагандинская область является самым медийным регионом Казахстана. Агим области вручил премию Алтын Сункар работникам средств массовой информации. Депутат Карагандинского областного маслехата Рыскали Абдикеров избран депутатом Сената парламента. За него проголосовал 251 выборщик. 28 июня в Казахстане прошли выборы в Сенат. 15 малых декоративных композиций планируется построить ко дню шахтера. Уже три из них украсили южно-восточную и центральную часть города. В Караганде Союз художников презентовал свою программу. В Караганде прошла ежегодная церемония вручения премии Акима области Алтын Сункар представителям средств массовой информации. Самая престижная премия журналистам вручается на протяжении последних 11 лет в преддверии профессионального праздника Дня работников связи и информации. Журналисты изо всей области собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с профессиональным праздником. Теплые слова в адрес виновников торжества звучали весь вечер. На протяжении 12 лет работники СМИ соревнуются за звание лучшего в своем деле. В этом году заявки подали 164 претендента. Обладателями премии Акима области в различных номинациях стали 12 представителей местных и республиканских СМИ. Поздравили журналистов танцевальные коллективы «Шолпан» и «Вдохновение», которые и открыли торжественную церемонию. А концертную программу украшали различными миниатюрами и балетными постановками. В конкурсе приняли участие работники газет, радио, интернет-ресурсов, телевидения и специалисты технической службы масс-медиа. Номинанты были представлены со всех регионов нашей области. В номинации за верность профессии выиграл Алибек Абдрашев, журналист газеты «Шарайна» из города Сатпаев. В номинации за активную жизненную позицию – собственный корреспондент Республиканского 31 канал и журналист 5 канала Людмила Батюшкина. Аким области Ирлан Кушанов поблагодарил представителей масс-медиа за ответственный подход к делу. Преданность однажды избранной профессии и лично вручил специальную премию в размере 1 миллиона тенге карагандинскому корпункту агентства «Хабар». Знаете, почему трудно не просто быть Акимом Карагандинской области? Потому что это один из сильнейших, самых медийных регионов страны. Мы занимаем по количеству СМИ, находимся в тройке лидеров, а по качеству мы на первой месте. А если серьезно скажу из своего опыта, карагандинские журналисты – это одни из действительно сильнейших в нашей стране. Это признают везде. И сегодня вот ваши коллеги на видеообращении об этом говорили. Я говорю сейчас не только о журналистах, работающих в областном центре, но и о коллегах, которые трудятся на передовой в наших районах и городах. И такая концентрация медиапрофессионалов постоянно держит нас в тормозе, чиновников. Спасибо за то, что вы делаете нашу власть эффективной. Именно благодаря сплоченности и слаженному труду мы добились такого успеха, говорят работники агентства «Хабар». В коллективе трудится 10 человек и победу считают общей. Наш коллектив очень дружный. И, наверное, наша дружба довела нас до такой премии. Мы всегда работаем сплоченно, всегда советуемся во всех материалах, как подавать, в каком стиле. Поэтому в первую очередь я всем коллективам журналистской среды желаю быть дружным. В первую очередь дружба доведет до добра. Карагандинская область – один из самых медийных регионов страны. По количеству СМИ мы находимся в тройке лидеров. Вместе с ветеранами средств массовой информации плодотворно работает и молодежь, которая успешно продолжает традиции, заложенные их предшественниками, но уже в новых исторических реалиях. На сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано 194 СМИ. В них работает более тысячи журналистов. Асель Сазымбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Депутат Карагандинского областного маслехата Раскали Абдикеров избран депутатом Сената парламента. За него проголосовал 251 выборщик. Его сопернику Аристотелю Иссагулову свои голоса отдал 41 человек. 28 июня по всей стране выбирали 16 новых сенаторов. На эти должности претендовали 38 кандидатов. Совместное заседание выборщиков по выборам депутата Сената парламента Республики Казахстан от Карагандинской области объявляю открытым. Выборы в Сенат парламента Республики Казахстан проходят не так, как выборы в Мажелес или Маслехаты. Голосует не весь электорат, а выборщики. В данном случае это депутаты областного, городского и районных маслехатов. Сегодня проходило голосование в масштабах города, района и области. В общей сложности у нас 298 депутатов Маслехата. Трое из них перевелись, двое по состоянию здоровья отсутствуют. Поэтому сейчас выборщиков осталось 293. Вся материально-техническая база готова, все открыто и прозрачно. Есть представители из разных стран и организаций. Также впервые на нашей комиссии появилась электронная регистрация, и все 293 зарегистрировались таким образом. Всего свободных мест в Сенате 16, на них претендовало 38 кандидатов по всей стране. Впервые на прошедших выборах была использована система электронной регистрации. Голосование во Дворце культуры Горняков прошло традиционным бумажным способом. Окончательные итоги выборов будут подведены в полночь среды. Однако по результатам голосования в Карагандинской области депутатом Сената от нашего региона избран Рыскали Абдикеров. За него проголосовал 251 выборщик. Его сопернику Аристотелю Исагулову свои голоса отдал 41 человек. Андрей Тенес, Ламбекус Пан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Малайзийском павильоне международной выставки «Экспо» в Астане стартовала неделя зеленых инноваций. В ней участвуют семь ведущих компаний по производству биологически чистых продуктов. Об инновациях журналистам рассказали на пресс-конференции. Этим летом в Малайзии планируется начать строительство первого в мире биологического завода. Он будет выпускать свыше 10 тысяч тонн диоцида из пальмового масла. По мнению представителей Малайзийской корпорации развития биоэкономики, этот продукт сможет заменить химикаты из нефти. В Малайзийском павильоне представлены технологии в области интегрированных решений очистки сточных вод, переработки и разделения отходов, производства биоразлагаемой и нано-продукции. Мы сконцентрируемся на трех основных направлениях инициатив. Это инновация, чтобы поддержать экономику через инновационные технологии. Также мы сконцентрированы на поддержании экономики и экологии, так называемой биологической экономикой, чтобы развить постоянство возобновляемых энергий, а также создание новых путей развития продукции. А также мы преследуем системы халавной промышленности, также улучшим процесс производства продукции через халавную методику. Компания Free the Seed предлагает похожую на привычный пластик биоразлагаемую упаковку, одноразовую посуду и контейнеры, сделанные из рисовой соломы. Биоразлагаемые упаковки – будущее промышленности и лучшая альтернатива использованию пластика. Упаковка из биологических отходов решает сразу две проблемы – утилизация самих отходов и производство безопасной упаковки. О последнем говорит тот факт, что посуда является съедобной. На пресс-конференции это наглядно продемонстрировал глава компании. Я, например, могу есть еду на поверхности этой тарелки есть. И также я могу есть не только продукты на ней, но и также есть саму тарелку. Это очень безопасно, чище, лучше. И, конечно, белогир развивающийся, особенно внутри. Это вкусно? Мне нравится вкус. Мы можем создать мастер-класс. Такое производство можно наладить и в Казахстане, в регионах, занимающихся выращиванием риса. В рамках недели инноваций компании намерены поделиться опытом с казахстанскими бизнесменами. Планируется подписание ряда меморандумов о взаимовыгодном сотрудничестве с Казахстаном в сфере развития и применения зеленых технологий. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Скиф в Караганде представляет Супер-акции с 19 июня по 2 июля Coca-Cola Zero Sprite Fanta 1 литр 149 тенге Чистящие средства Domestos 1 литр 489 тенге Скиф. Просто сравни цены. Жуткое столкновение грузового автомобиля и легковой машины марки ВАЗ произошло в Карагандинской области. В результате аварии погиб водитель легковушки, мужчина 1976 года рождения. О последствиях жуткой аварии ярко говорят эти фотографии. Со слов очевидцев, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем, который в этот момент спускался с сопки. По информации пресс-службы ДВД, на место сразу же выехали сотрудники полиции. По прибытию на место была установлена смерть водителя автомашины ВАЗ. Программная статья президента стала стимулом для многих. В своей статье Нурсултан Абишевич уделяет большое внимание изучению родного края. Профессора, преподаватели и молодежь по сей день обсуждают статью и строят проекты для его реализации. Статья пронизана заботой о воспитании современного человека, любящего свою родину и отчизну. Так считает профессор Карагандинской медицинской академии Вилен Молотов-Лучанский. Доктор медицинских наук считает, что очень важно сохранять историю для потомков. Что на сегодняшний день мы должны сделать, чтобы просто любить эту землю? Туган-Джер. Что это за проект такой? Как мы должны к нему относиться? Сегодня я со своими коллегами по Ассамблее народа Казахстана, по моему вузу, где я работаю, хотим создать, да, собственно говоря, создали уже так называемый проектный офис. Это такая группа людей, которые будут реально воплощать идеи Туган-Джер и идеи сакральной географии. И нашу обязанность сохранить историю для потомков, чтобы они так же свято любили землю, как мы, вот это будет сакральная география. Вот это будет та карта, которую сегодня уже делают наши историки, наши студенты. Карта исторических мест Сарарки. В ближайшие дни 15 малых архитектурных форм украсят город. После поручения главы области Союз художников и Акимат Караганды начали установку декоративных композиций. Оформление планируют закончить ко дню шахтеров. Союз художников разработал и презентовал концепцию по оформлению Караганды. В программу входит установка так называемых малых архитектурных форм. Создать уюту, теплую атмосферу в городе – такова главная цель проекта, на осуществление которого понадобилось 4 года. Декоративные композиции, которые мы будем устанавливать и устанавливаем, помогут создать определенную атмосферность в городе. Подчеркнет культуру, эстетический облик, особенности нашего города. Я думаю, горожане должны оценить, оценят данный вклад и развитие в благоустройство города Караганды. Ну и в принципе декоративная пластика, как своеобразный жанр скульптуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, не может не вызвать положительных и добрых теплых эмоций. Татьяна Фрид более 20 лет живет в микрорайоне Гульдер-1. Карагандинка призналась, что эти сооружения действительно придают скверу уют. Но есть и небольшие минусы. Во время вечерней прогулки на аллее трудно найти свободную лавочку. Кроме того, следовало бы установить ограждение возле дороги, отметила Татьяна. Когда заселялись, деревья были совсем маленькие. Конечно, такого благоустройства не было. Благодарим нас, конечно, город за то, что сделали дорожки такие вот хорошие, что дети могут и на велосипедах ездить, и на самокатах кататься. Все красиво. Благоустроят, стараются, конечно, нашу аллею. Но немножко есть минусы. Минусы в том, что вот у нас дорога проходит прямо рядом с детскими площадками, а она даже у нас не поставлены заборчики. Ни с одной, ни с другой стороны. На сегодняшний день установлены уже три композиции. Это композиция Сарарка на пересечении улиц Алиханова и Ерубаева, композиция Изобилия в сквере Букетова и Турсык на пересечении улиц Муканова и проспекта Строителей. Также недавно на Каскадной площади были установлены сооружения в виде юрт, которые ночью загораются различными красками. Стоит отметить, что юрты уже привлекли внимание жителей и гостей города Караганды. Фариза Албаева, Жара Гибаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Органы юстиции продолжают работу по профилактике правонарушений в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Так, с начала года органы юстиции проводили проверки по выявлению правонарушений со стороны индивидуальных предпринимателей, которые занимаются незаконным использованием товарного знака. Без нарушений не обошлось. Под надзор охранников прав интеллектуальной собственности попали псевдопредприниматели, которые занимались реализацией контрафактного кофе. Правообладатели товарного знака МакКофе обратились с заявлением на правонарушителей. Наложен штраф на сумму 90 760 тенге. За отчетный период к административной ответственности привлекались лица за незаконное использование товарных знаков Тойота, Лексус и Икеа. В отношении правонарушителей судом вынесены постановления о привлечении к административной ответственности и взысканию штрафа с конфискацией изъятого имущества. На сегодня проверки инициируются правообладателями. В прошедшем году и в текущем периоде активность по их защите прав к административному порядку снизилась. Вместе с тем, с учетом направления определенных стратегическим планами Министерства юстиции на 2014-2018 годы за отчетный период на 18% выросло количество праворазъяснительных мероприятий. Такие работы по предупреждению профилактики правонарушений проводятся совместно с сотрудниками полиции и другими представителями органов. Также на сегодняшний день Министерство юстиции ведет масштабную праворазъяснительную работу. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова